Ну что, друзья, вот и мы дождались. Дождались мы главного боя. Александр Деревянко в черном тейпе и Макс, топор Щербаков в белом. Смотрим главный бой вечера. Да, серьезный бой для Максима, потому что это уже боец из Попово МАЭ, это серьезный спортсмен. Бой начался. Я думаю, что понимает Деревянко, что топор будет лететь сразу. Интересно, интересно. Поможет для физической силы Максу топору в этом бою. Деревянко пока в растерянности. Попал топор. Либо же опыт Деревянко зарешает в этом бою. Интересно. Хорошо топор натыкает соперника и хорошо еще попадает. Идет вперед, идет вперед Макс. Да, неплохо, уже топор неплохо начал. Хорошо, хорошо. Смотрим этот бой дальше. Уже не первый клинч происходит. Топор нас удивляет. И порядком удивляет. Но и пропускает сам сейчас. Держит руки. Сейчас ему нужно самому клинчеваться максимально. Очень правильное положение взял топор. Клинч нужен. Нужно отдохнуть. Не фарсирует. Ой, а вот сейчас топор не сориентировался. О, попал тоже. Идет все, общий размен. Вот он. Да, и показывает бойцы мой. Интересно. Вау. Пропускает, но готов. Хороший удар. Готов топор рубиться. Молодец. Да. Вот это топор. Нокдаун. Нокдаун. Вот это нокдаун. И сейчас Максу надо сразу. Вот это. Такие нокдауны очень. Я не помню, когда я видел такое нокдауны. Это страшно. Это страшно. И сейчас топору нужно быстро сокращать дистанцию. Это тяжелый вес. И сейчас все зависит от того, как топор сможет продолжить и навязать свое. Вот сюда попадает топор. И еще. Деревянка натыкивает, но топор такое стерпит. Он выдерживал много тяжелее атаки. Да, топор уже показал себя невероятно. Безусловно, этот нокдаун, я думал, пойдет в хайлайты. Однозначно. Хэм перевернул оппонента. И вот сейчас Максу надо не сбавлять. Не сбавлять. А Макс как раз-таки, по-моему, сбавил. Максим начал работать с новым тренером Романом Жолобовым. И видно, что подготовка у Жолобов дает свои плоды. Топор начал раздергивать. Смотрим концовочку. И вот сейчас Максу нужно... Нет, но я считаю, что этот раунд точно за топором. Смотрим дальше. Второй раунд нас ждет практически. Хорошо. Попадает сам Деревянка. Раунд заканчивается. Заканчивается раунд. Вот это раунд. Вот это раунд. Тяжело заканчивается раунд до Макса. Обоюдный нокдаун, и это страшно. Смотрим, как в повторах это было. Как же прошел тот самый удар? Я аж не понял, откуда он пришел. Увидим ли мы его сейчас на повторах? Много было клинча в этом раунде. И где же тот? Был вызов на себя. Вот тот самый удар. Ё-моё. Как он подскользнулся. Смотрим. Четко. Ну да. Эти повторы. Вот это нокдаун. И в конце Деревянка оформляет нокдаун сам. Да, бой интересный. Безусловно. Столь интересно, второй раунд. Кто же из них собрался лучше? Размен опять, размен. Для обоих очень много лежит сейчас в карьере. Максу надо навязывать свой темп. В клинче Деревянка получше выглядит, чем Макс. Да. Допор просил функционально. Пошло, пошло. Деревянка красивым прямым уронил Макса. Отклемается ли он? Но похоже, что очень сильно плывет. Смотрим, смотрим дальше. Деревянка настроен, доработал, сделает бой. Но встал ли Макс? Встал. Готов продолжать? Продолжать. Видимо, боец все-таки готов или нет он? Врачи обрабатывают травму. Готов, стоп! Вот все, это все. Все, двоится в глазах. Но тоже лишний урон не нужен. Но топор сегодня себя показал очень ужасный. Но нокдаун страшный, но Деревянка все-таки на воле к победе. Быть он такой молодец. Матерый мужик. Безусловно, после такого нокдауна собраться и выиграть досрочно, это заслуживает овации, безусловно. Также можно подметить, что это товарищ и друг именитого Сергея Калинина, попроще Кратос. С которым ты сам встречался в последнем с вами бою в ринге. Поэтому оба парни матерые и думаю, они заслуживают овации. Матерые ветераны. Сау-малеком, брат. Ходоер победил. Заканчиваем этот вечер ТАП и на. С вами был я, Виталий Тарасов и мой коллега, чемпион лиги ТОП-ДОК Наим Самурайев. Всем хорошего вечера и продуктивных выходных. Смотрите бои и будет вам счастье. Субтитры сделал DimaTorzok